блять сань ты что за что за есть у меня ощущение сань что нас как-то обманули ну давай выйдем я чуть не пойму если и вот это вот светит это лампочка светодиодная лампочка как бы габарит ярче свет есть такое чувство что нас просто обманули за что почему за что я отдал такие бабки а вы же не в курсе блин народ короче давайте сначала вот все заново да только вот с того момента который мы снимали днем а потом перейдем сюда и так всем привет дорогие мои друзья с вами осень тут ее моё сегодня вы ослепните от того что мы хотим вам показать друзья мои вот я уже неоднократно говорил что лампочка светодиодная лампочки светодиодный рознь вообще это это разное понимаете не как ксенон галогены диоды да это вот взять две лампочки одна говно говно другая чем прям нормальная топовая и из попробовать вот ну как бы их соединить и это будет разное потому что это светодиодная она тоже называется светодиодная к сожалению но она вообще она не светит она не дает хорошей свето теневой границы она вообще ни хрена не понятно для чего она предусмотрена и допустим наш на вса это нормальная кайфовая топовая лампа которая действительно дает свет которая уже прям проверено многими автомобилями она подходит абсолютно ко всем автомобилям и действительно свет действительно дает хороший свет действительно дает преимущество в том что не так много энергии потребляет лампа по отношению к вашему автомобилю и вот как раз ребята сегодня я решил вам показать вот эту разницу мы в принципе взяли самый дешман самый хлам самый какой вот ну просто вообще лютый хлам который могли взять мы его естественно нашли и мы его естественно решили показать вам и дать действительно в сравнении с хорошими с лампами с на вса и на которых я уже езжу который мне безумно нравится и честно говоря вот это вот модель которую я вам сейчас покажу это ребят мы ее уже как-то снимали некоторое время назад и сравнивали ее пытались по крайней мере сравнить с ксеноном честно говоря на тот момент она вообще не внушила никакого доверия как бы света тень вроде бы есть и вроде бы свет у нее неплохой но честно говоря она не впечатлила в но она тоже называется светодиодной и вот я пошел в один из магазинов в нашем городе воронеже и купил эти лампы ребят сразу скажу ценник давайте сразу ценник 2000 рублей 2000 рублей отдал дали мне на них гарантию но люди просто не смотрят наш интернет-канал дали мне на них гарантию короче полгода вот сказали что это самое топовое что может быть в итоге вот так просто достали коробочку отдали сказали вот ваши ребят в основной свет фар я честно говоря боюсь такое ставить и как бы вот поэтому будем начинать с туманочек ну покажем вам в сравнении на этом ребят в сравнении будет это лампа с на вса им который наш любимый который выигрывает абсолютно всех поэтому встречайте дорогие мои друзья вот такая вот топовая прости господи диодная лампочка ну честно говоря ребят вот ну тут вообще вот страшное что-то по написано я знаю что эти вот вот эти вот надписи это все завышено давайте так вот как бы вот какое бы название не носила вот эта лампа ребят она все равно будет светить так вот если она выглядит вот так она будет так светить ребят тут как бы не премудрствуя лукаво не надо говорить что там вот этот бренд в точно таких же лампах точно такими же диодами светит этот бренд просто не светит ребят поэтому купил здесь поскольку были в наличии ну и как бы специально для вас специально под тест ребят чтобы сравнить и так что мы имеем у нас здесь есть маркировочка h11 лампочки написано что это head light led значит вот такая вот черная траурная коробка у нас сами мы все помним что цветная красиво здесь черная траурная как бы коробка сразу говорит за себя что царствие небесное данным лампам и ничего хорошего с них не будет так что мы еще видим что мы видим ну маркировку цоколя и вот здесь вот чтобы не писать вам целый талмутик не вкладывать вовнутрь здесь вот написано по 25 ватт каждая лампочка значит по 4000 люмен каждая лампочка 932 вольта шесть с половиной тысяч кельвинов 30 тысяч часов работоспособности и работает в диапазоне от минус 40 до плюс 80 короче в космос с этой лампой можно летать и так переходим к распаковке да давайте вот распаковывать и так что мы имеем мы имеем вот такой вот страшный талмуд одна страница руководство по эксплуатации так что мы еще имеем мы имеем вот так две лампочки вот так давайте вот так вам покажем что две лампочки в мягким ком таком пластике о как интересно друзья мои сразу хотелось бы отметить отнимые сейчас сделали ребят я правда вот открываю первый раз и я вот сейчас увидел такую штуку классную вот эта лампочка нормальная то есть вот на нас соколем все хорошо как бы она тут все но у нее все в порядке она новая классно да вот и есть еще одна лампочка ребят но у нее цоколь почему-то делает вот так ну умеет да папа 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 какая классная штучка а по факту просто здесь нет фиксирующего болтика то есть вот она крутится вокруг то есть пожалуйста здесь просто нет фиксатора соответственно как эксплуатировать вот эту лампу я хрен его знает поеду сдам ее к чертям ребят это конечно космос это на самом деле не специально сделали ну вот так вот ну не готовились мы к этому тенцисту у нас вообще в принципе вот так все спонтанно получается а здесь вот как раз винтик который фиксирует этот соколе он есть соколе у нас аж 8 аж 11 аж 16 это я так напомню на всякий случай и ребят что еще хотелось бы да вот ну непосредственно по качеству самой лампы сказать если сравнить ее с навсай здесь в навсай цоколь уже проверено ни в одном из комплектов не приходил чтобы он был не зафиксирован то есть это все плотненько все нормально хороший кулер стоит вот эта лампа уже эксплуатируется несколько месяцев все как видите грязно здесь вот я вам поближе покажу что все грязно все в дерьмище в каком-то вот ну все что летит вот там вот снизу и как бы кулер продолжает работать это вот к тем скептикам что суд поставить непосредственно в противотуманные фары лампы с кулером то есть хорошим кулером ставьте ради бога пожалуйста все ходит служит ребят если она сдохнет естественно вам расскажу сколько она отслужила в каких условиях ну и как бы посмотрим на нее в разрезе так скажем что еще хотелось бы отметить ну вот как бы по качеству увидите сами да здесь достаточно мощный стержень в навсай на котором сидит сама диодная планка внутри идет медный охладитель то есть сам стержень медный он выполнен из меди для более улучшенного охлаждения плюс кулер ну и прочее 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 по новой лампе ребят ну вот то что блок у нее засунут внутрь то есть вот этого блока вы на снова как таковой нет это компактность базара нет плюс то что он сидит внутри под пассивным охлаждением это ребят минус это говорит только лишь о том что эта лампа либо будет слабо светить потому что с выносным охладителем они все светят ярче это уже из опыта могу вам сказать либо перегорит в ближайшее будущее то есть вот с таким вот конкретным охладителем просто вот с встроенным блоком 1224 вольта я честно говоря не склонен доверять данной лампочки ну как бы вот так ребят что еще вот ну как бы из качества да вот тут вот какая-то резиновая заглушка есть вот здесь вот сверху то есть непонятно для чего она сделана но она есть здесь вот дырки то есть вот туда может влага попадать вот туда вот непосредственно вот сверху снизу возле планки диодов если смотреть на на в сайт тут все закрыто тут все сделано тут качество друзья мои здесь но вот так вот предусмотрел производитель чтобы наверное воздух лучше циркулировал ну опять же пластиковый дешевый пластиковый вот этот вот цоколь который прикручен просто винтом в навсай это сделано при помощи торекса такого маленького аккуратно вот смотрю там отверстие то есть туда просто так не залезешь здесь можно обычной отверткой поковырять на что еще здесь резинка в принципе такая плотная нормальная здесь резиночка мягенько дешево вот здесь вот мягкая резиновый уплотнитель здесь уплотнитель очень хороший как на нормальной лампочки дорогой так что у штекеры штекеры но в принципе идентичны друг дружке ничего такого супер-пупер не могу сказать что тут лучше тут хуже ребят но по толщине провода еще могу сделать вывод что у нас ай провод гораздо толще здесь провод потоньше соответственно здесь просто плюс-минус приходит на лампочку здесь как вы помните плюс-минус делится в блоке на четыре провода два плюса и минуса идут на лампу и 2 соответственно провода плюс-минус идет на охладитель поэтому вот эта лампочка уже себя зарекомендовала а вот что может вот эта лампа ну как бы сравним ребят тут просто ситуация простая здесь на одну лампочку получается 5000 люмен здесь на одну лампочку 4000 люмен разница должна быть несущественно если вот так вот разбираться ну только вот эти стоит космос на самом деле это дорогие хорошие лампы а вот эти вот стоят ну не так дорого там до двух тысяч рублей можно купить вот и давайте посмотрим что из этого может получиться так возвращаемся теперь в темное пространство в томную местность и делаем такой отзыв но вы поняли да откуда роги растут почему так вот вот сложилось почему меня так обманули друзья мы это вот как раз все к тем людям как раз направлены это видео которые говорят все диоды одинаковые там бла-бла-бла и прочее а зачем вот можно купить дешевле и получить то же самое не буду показывать неприличную вещь ну фиг вам фиг вам дорогие мои друзья на самом деле и так давайте же все таки посмотрим что мне продали за что я отдал 2000 рублей и что в итоге получилось то есть есть навсай который действительно работает классно который себя зарекомендовал который действительно светит который шикарный офигенный вообще класс и есть вот что-то подобие этой лампочки давайте вот начиная с чего с чего мы начнем давайте сначала с цвета вот просто сани иди сюда и сюда вот покажи покажи этот свет свет на самом деле абсолютно разный посмотрите как ким каким-то фиолетовым отдает вот эта лампочка друзья мои вы все прекрасно помните что в эту сторону мы поставили непосредственно лампу новую которую вот это с овальным радиатором пассивно и она светит каким-то фиолетовым вот с этой стороны стоит навсай и на хоть у него на коробке написано шесть с половиной тысяч кельвинов все равно он светит белым по сравнению стой с пассивным охлаждением хедлайт чего-то там ребят он белый он реально белый то есть это видно наверное видео но от глазами когда смотрю в он прям белый пятерка вот ксеноновая пятерка не это какой-то фиолетовый семерка может ближе к восьмерке то есть вот фиолетовый ксенон вот реально давайте же перейдем на яркость давай посмотрим яркость в принципе что да как честно из эксплуатации могу сказать одно вот сейчас ехали до сюда навсай все равно лучше светит свет насыщенный более широкий и более качественный вот что могу сказать эта сторона в принципе вот ну светит левая да вот новое то ламп finish ну вот просто посмотрите но как таковой то яркости нет то есть мощи нет у narstadую посмотреть какое яркое пятно сань покажу вот там слева просто огромное яркое прям пятно а вот луэта посмотрите но вот она есть чуть-чуть отойдет сюда сам что мне мешать вот он есть свет есть вопросов-то нет цвет есть он в принципе даже существует но блин такое ощущение там лампочка обычная стоит но вот которая с белым оттенком синий окрашен но не более того друзья мои то есть по свето теневой но посмотрите вот здесь четко видно четко видно свет теневая граница именно лампочки на сайт прям вот четко там она тоже присутствует она тоже есть вот она идет но она тусклая она размыта и как таковой в эксплуатации вот сейчас ехали ну смотрели ну размыта ну я не понимаю за что отдавать такие деньги ребят вот эта лампочка это реально это тем тем надо ставить кто хочет просто заморочиться на лет я вот это вот все к чему отработает она сто процентов меньше чем на вся это факт это факт дорогие мои друзья и на самом деле вот просто по соотношению цена-качество светоотдача яркость качество света это абсолютно две разные лампы это видно ну не вооруженным глазом так скажем не видно и не сказать что это прям хлам до последний конченный что за светом там и все 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 прочее но ребят да у лампы есть свето теневая граница как таковая лампы есть ну какая-то яркость присутствует но навсай очень шикарно виден даже когда освещенность есть небольшая вокруг столбы свет на своей прекрасно ложится шикарно виден и в мокрую погоду он действительно виден это из личного опыта данная лампа я и честно говоря не буду оставлять я ее блин пойду сдам обратно в магазин и что рекомендую делать в принципе вам такой свет он вам не нужен я вот я там вижу свето теневую границу я просто действительно от но в сай вижу ту яркость это качество за которые я отдаю деньги в этой лампе я честно говоря я не понимаю за что отдал я деньги я не понимаю что я в итоге получил своей птф ки то есть ну как бы фара она должна светить если по соотношению с обычной галогенкой может быть ярче может быть также может быть что-то улучшится но друзья мои давайте еще проведем такой небольшой тест на температуру самой туманки сейчас я прикоснусь ладонью ну вот это вообще холодная ребят вот это вот которая слева которая вот с овальным охлаждением она холодная давайте попробуем на в сайте она в сайт слегка нагретая в чем плюс сейчас объясню в чем плюс друзья мои это вот это на самом деле важно не думайте что это не важно ребят лампа все равно должна слегка нагревать туманку или фару для чего это делается для того чтобы у вас зимой снег не скапливался на ней не обледенела бы фара туманкой прочее вот специально для этого у на в сайт температура нагрева вокруг себя составляет где-то градусов там 25 30 35 но в некоторой оптике смотря какая эта лампочка полностью ледяная хотя мы эксплуатируем уже на улет сейчас катаемся то есть она полностью ледяная соответственно минусом в зиму осень будет то что больше на ней будет оставаться грязи то есть грязь прям будет вот действительно ложится полностью будет снег там залипать вся туманка будет покрываться снегом и вы в принципе в снегопад ничего не увидите ну как бы ребят и цвет цвет у нее более сизый какой-то фиолетовый то есть вот белый есть белый а фиолетовый но я не сторонник установки синего фиолетового к там красного цветов поэтому либо белый либо рыжий там оранжевый желтый вот как то так короче тест драйв состоялся мы показали в очередной раз что но в сай лучше всех всем вам спасибо что смотрели с вас лайк подписка внизу на наш канал комментарии прочее 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 пишите с чем вы хотите сравнить наш на в сайт может у нас есть мы покажем и вы уже будете знать стоит ли вам покупать а может не стоит и прочее прочее нюансы всем вам спасибо пока